Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас на канале Союза педиатров России. Я Игорь Маратович Спивак, старший научный сотрудник отдела Организации сестринского дела в педиатрии. Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор на тему профессионального выгорания. В прошлый раз мы с вами говорили о признаках психологического неблагополучия. Напомню, это отсутствие радости, то есть мы перестаем улыбаться, нас перестает что-либо радовать. Второй признак – это общее напряжение мимики и образуется, как мы говорили, мозгообразность нашего лица. И третий признак – это свернутая лаконичная речь, то есть мы говорим отрывистыми словами, короткими фразами. Все это указывает на то, что мы с вами попали в так называемый режим экономии энергии. Что делать, если ничего не делать и не обращать внимания на указанные признаки? Мы тогда с вами попадаем в другой режим – режим дефицита энергии. В чем он будет выражаться? Наша раздражительность вырастет, нас все и все будет раздражать, и мы с вами будем избегать общения. То есть мы будем замкнутыми, молчаливыми. Все это будет говорить о том, что основное наше желание – изолировать себя от контактов, от общения. Мы также с вами говорили о том, что недостаток эмоциональной энергии возникает из-за двух избытков – избытка общения и избытка дел. Так что же делать и как остановить профессиональное выгорание? Отсюда будут две рекомендации. Первая моя рекомендация – это находить время и место для уединения. Смысл уединения в том, что избыток общения, избыток дел в прямом и переносном смысле нас как бы разбирают, растаскивают в разные стороны, на разные кусочки. И задача вот этой рекомендации уединения – собрать нас в некое единое целое. И, как мы уже сказали, нужно найти место и время для уединения. Ну, поскольку мы говорим о старших главных медицинских сестрах, вопроса с местом уединения может и не быть, поскольку у всех есть отдельный кабинет, и мы можем там уединиться. Ну, в другом случае никто не мешает нам пойти и выпить чашечку чая, да, и таким образом уединиться. С другой стороны, поток общения мы тоже можем регулировать. Это не значит, что в любое время к нам могут прийти и решать там спорные вопросы, решать профессиональные задачи. Это время мы тоже можем регулировать и выделять время для другой деятельности, ну, например, для составления отчета или для написания статьи для сестринского журнала. С другой стороны, опять же, приходя домой, мы тоже имеем право на время и место уединения, да, мы договариваемся с нашими детьми, со своим мужем о том, что вот мне нужно там 20, 30, 40 минут или час, чтобы побыть самой собой, да, и вы можете уединиться в своей комнате, уединиться в ванной комнате и действительно восстановить свои силы, собрать себя. И тогда ваше общение и с мужем, и с детьми будет более полноценным, более гармоничным. А с другой стороны, существует другая техника уединения, когда вас окружают другие люди, ну, что вы делаете, да, вы опускаете голову, опускаете свой взгляд и сосредотачиваетесь на своих ощущениях, на своих чувствах, да, вы чувствуете, мне тепло, мне удобно, мне спокойно там или волнительно, или я раздражена, да, то есть все мысли ваши направлены на самих себя и вы понимаете, что с вами происходит, что вы хотите, каковы ваши желания. Это тоже очень здорово собирает. Итак, первая рекомендация, как я уже сказал, находите время и место для уединения и вторая рекомендация, находите в течение дня время на те дела, которые доставляют вам радость, удовольствие, удовлетворение. Потому что очень часто в потоке дел эти дела нужно делать, эти дела для кого-то, они накапливают некую усталость, некое напряжение, а напряжение, оно связано с негативными эмоциями, с негативными переживаниями. И когда этого становится много и чрезмерно много, понятно, что это истощает наши ресурсы, эмоциональные ресурсы. Поэтому обязательно каждый день нужно знать про те дела, которые нам доставляют радость, удовольствие, наполняют нас в прямом и переносном смысле и, собственно, эти дела и выполнять. Итак, две основные мои рекомендации, как остановить профессиональное выгорание, находить время и место для уединения и находить время для тех дел, которые вас восстанавливают, которые вам приносят удовлетворение. И в заключение своего выступления хочу вам предложить домашнее задание. Можно прямо сейчас, можно чуть позже задуматься и понять, какие такие дела, которые важны для вас, которые вас мотивируют, которые вас наполняют, вы откладываете и откладываете уже достаточно давно. Вспомните про эти дела, а что с ними делать, вы уже знаете. На этом я хотел бы завершить свой рассказ, поблагодарить вас за внимание, напомнить, что вы можете присоединяться и заходить на наши сайты, заходить на наш канал. На этом все. Еще раз благодарю за внимание. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok